Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В проведении выборов президента России в Самарской области проконтролируют региональный общественный штаб. Как будут контролировать процедуру голосования? Какие задачи решает региональный общественный штаб по независимому наблюдению за выборами президента России? В нашей студии член общественной палаты Российской Федерации, председатель регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России Павел Покровский и адвокат член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России Алексей Кокин. Павел Александрович, Алексей Валерьевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию вот в этот достаточно сложный, на самом деле, насыщенный период времени. Давайте начнем, знаете, с чего? Давайте вот для начала расскажем зрителям, а какие задачи стоят перед штабом? Что это такое вообще? Потому что, на самом деле, не все знают, но, наверное, Павел Александрович, это для вас даже вопрос. Ну, мне хочется отметить, что у нас вообще выборы в Российской Федерации так сложилось, что это действие, в котором задействованы, ну, по сути дела, каждый житель Российской Федерации. Меня, например, папа и мама учили всегда ходить вместе на выборы, то есть для нас это был праздник, у меня, как у человека, рожденного в Советском Союзе, это уже на генетическом уровне. Я, кстати, стараюсь это привить и своим детям, и это получается у той части моих детей, которые уже переварили планку доступности к именно избирательному праву. И поэтому Общественный штаб независимого наблюдения, это, по сути дела, структура, которая позволяет каждому из граждан, кто чувствует себя ответственным за выборы, за происходящее на своей территории Самарской области, Российской Федерации, принять посильное, активное и такое вот справедливое участие в той структуре выборов, которая происходит. И это участие, оно, собственно, обусловлено наличием федерального закона об основах общественного контроля. И, соответственно, любой человек Самарской области, если мы говорим о нашем субъекте, может принять участие в этих выборах в качестве независимого общественного наблюдателя. И штаб это та структура, которая это систематизирует, которая проводит обучение, которая потом структурно налаживает взаимодействие с наблюдателями. Потому что, ну, мы понимаем, что бывают всякие жизненные ситуации, и вы находитесь на том участковом избирательном участке, который, ну, ближе к месту жительства, и вдруг вы почувствовали себя плохо, чтобы можно было подменить. То есть вот все вот эти организационные вопросы, они лежат на штабе. Это с точки зрения наблюдения, как функции штаба. И, конечно, штаб является по сути такой традиционной, хорошей, доброжелательной, самое главное, подчеркиваю, ключевое слово, независимой общественной площадкой для взаимодействия кандидатов, если это выборы там местного уровня, или, например, представителей тех кандидатов, которые идут на выборы президента Российской Федерации. То есть это экспертная площадка, на которой можно обменяться мнениями, можно довести до граждан свою позицию. И здесь я хочу отметить, очень приятно то, что у нас 15 членов штаба, то, что в штаб входят представители ведущих СМИ региона. Это, конечно, ГИС замечательный, это Самарско-областное вещательное агентство. И, собственно говоря, за счет вот этого представительства получается, что деятельность штаба, она уже является априори прозрачной, потому что вы, ну, всегда показываете правдивую информацию о происходящем на территории городского округа и Самарской области. И мы этим, конечно, ну, так вот, беззастенчиво пользуемся, потому что я считаю, что общественный контроль, он должен быть. Первое, это чтобы выборы были легитимными, чтобы они были честными, чтобы они были прозрачными, чтобы мы понимали, какой будет результат, чтобы мы видели, если какие-то происходят нарушения, и понимали, где, на каком участке они происходят. Если вдруг это нарушение, которое можно объяснить или исправить, соответственно, представители штаба, которые в день, ну, в единый день голосования, который будет 15, 16, 17 марта, чтобы они могли в составе мобильной группы выехать, и для этого в штабе существует специальный центр общественного наблюдения. То есть у нас эта структура, которая традиционно работает эффективно. Причем я хочу напомнить, что по итогам выборов с сентября 23 года, это были выборы высшего должностного лица Самарской области. Для нас, для региона, это были, ну, главные выборы на предстоящие, там, пять лет. Мы по своей эффективности работы на штаб вошел в семерку, так называемую зеленую зону в России, которую отработали, ну, то есть максимально открыто, максимально чисто. То есть мы все показали, у нас не было крупных нарушений, слава богу. Вот. И, соответственно, сейчас мы стараемся ту же компетенцию членов штаба, как минимум, и нашего наблюдательского сообщества традиционно, так сказать, привести в выборы президента Российской Федерации. Это марс 24 года. Это важно, по сути, судьбоносно для нас. И мы стараемся свою миссию выполнить, как членов штаба. А вот, кстати, вопрос в практической плоскости, вот, и вопросы вам, Павел Александрович, и вам, Алексей Валерьевич. Вот если в практической плоскости человек хочет поучаствовать в работе штаба, вот, что ему нужно сделать для того, чтобы туда попасть, для того, чтобы туда прийти, и для того, чтобы его приняли, и кто его будет учить, чему его будут учить, и, самое главное, когда надо начинать. Потому что сейчас, я так подозреваю, наверное, уже несколько поздно, но жизнь-то продолжается. Ну, на самом деле, попробую начинать ответить я. Да. Вот, замечательный вопрос. Но, вот, знаете, что бы хотелось отметить, вот о чем сказал Павел Александрович, наблюдатели. Если есть живой интерес к тому, как проходят выборы, если есть живой интерес к тому, как, в принципе, выбрать избирательное законодательство, как это работает, да, но это сложно понять, если не проник немножко внутрь. Вот мой бы был совет личный, начинать именно все-таки с этого института, в силу того, что компетенция все-таки тех, кто находится в штабе, она чуть выше, чем просто любопытство. То есть, это привлекаются профессионалы, которые, во-первых, а, разбираются в той отрасли, в которой они специализируются. Конечно. Да. И второй момент, мы же, на самом деле, искренне заинтересованы в тех позитивных моментах, которые должны сопутствовать любым выборам, тем более выборам президента Российской Федерации. И вот работа штаба как раз направлена на то, чтобы, а, показать не просто легитимность выборов, а то, каким образом выстроен процесс организации выборов и, самое главное, проведение выборов. По ключевым моментам, вот, Павел Александрович очень точно, он очень четко прошелся. Я думаю, что здесь смысла повторять нет. Поэтому посыл на завтрашний день достаточно простой. Я думаю, что, не открою секрет, Павел Александрович, там, может быть, детализирую чуть позже, что силами штаба подготовлено более пяти тысяч независимых наблюдателей. Вот. Как стать независимым наблюдателем? Цифра меняется. Ну, я здесь думаю, что слово передам Павел Александровичу, потому что он здесь, ну, реально более компетентен в этом вопросе. Да. У нас можно записаться, и сейчас это продолжается, можно записаться на сайте Общественной палаты Самарской области. Это просто набирается. Там есть небольшой баннер, типа, стать наблюдателем общественным. Просто туда войти, свои данные вбить, и вам поступит предложение, когда можно пройти этот семинар. Единственное, что, конечно, вы справедливо заметили, у нас до выборов осталось 24 дня. Ну, конечно. Скорее всего, это будет один семинар. Скорее всего, один семинар. Ну, то есть, в районе 100-200 человек мы еще научить сможем. А, то есть, еще продолжается даже сейчас добираться. А дело в том, что мы все равно примерно ориентируемся на то, что у нас есть определенная, ну, уж так прямым текстом, ну, заболеваемость. Ну, конечно, это жизнь, мы все живые. Да, исходя из того, что на территории Самарской области у нас 1751 участок избирательный. Соответственно, если три дня, а единого дня голосования, то, очевидно, по три человека. То есть, вот, получается где-то в районе 5-100. И плюс, конечно, ну, немножко на то, что люди могут там по болезни отсутствовать. Поэтому, ну, мы еще добираем. То есть, есть возможность. И я хочу еще обратить внимание на то, что у нас и по сентябрьским 23-го года выборам, и вот сейчас по выборам у нас преподавателей, федеральные коллеги, они учили на территории Самарской области. Это к вопросу о том, что у нас база, она такая является модельной для других субъектов, ну, Приворского федерального округа. Я оговорюсь, конечно, однозначно. То есть, нам есть, что показать. Поэтому наши преподаватели, которые проводят эти семинары, они, ну, признаны одними из максимально компетентных. Поэтому семинары проходят, однодневные семинары, они проходят на площадках муниципальных образований. Поэтому сейчас можно записаться. Вот. И Алексей Иванович совершенно верно обратил внимание на то, что если люди, особенно молодые люди, видят себя и как активные участники жизни общественной, политической жизни, потому что я все-таки разделю это два направления, как бы, участие в формировании завтрашнего дня нашего субъекта, как минимум, то, конечно, правильное совершенно предложение и мысль о том, что нужно с компетенцией, которую они получат как общественные наблюдатели, войти уже вот в это сообщество наблюдателей, а потом уже делать следующие шаги, потому что, может быть, ты поймешь, что тебе проще все-таки искать свою судьбу, именно говоря о молодежи. Это или там в органы государственной власти, или в органах наблюдения, или в органах общественной палаты, потому что мы все общественники, то есть мы денег не получаем за это. Либо это политическая карьера, то есть это более сложная, она, конечно, более, ну, прямым текстом ответственная. И более интересная для многих. Ну, не знаю, я вот общественник, нет, 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 я общественник, то есть я, например, политика в себя не вижу, потому что я считаю, что вот для меня вот та мера ответственности, она по моему характеру как бы достаточное. То есть, если кто-то более такой яркий, рисковый, пожалуйста, в политику. Но лучше, конечно, идти именно из компетенции, исходя которой мы дадим на наших семинарах. То есть, это тоже намек такой совершенно непрозрачной молодежи. Сейчас видно, что она более активная становится. Вот у нас по отношению к выборам, которые были до 23-го года, у нас было плюс 10, прибавка процентов молодежи. Мы доучивали наших наблюдателей в рамках выборной кампании 24-го года, единого дня голосования, марта месяца. У нас еще плюс 10 процентов молодежи. То есть, видно, что молодежь, понимая, что сейчас со страной происходит, она становится более активная. И самое главное, она не просто активная, она именно проактивная позиция. То есть, она не молча там, сидя на диване, там, голосует в постах или в социальных сетях. Она идет, она пытается это сделать своими руками, как бы своей энергией, напором. Это очень хороший показатель. Нам, вот, мы в демократическом обществе, мы хотим видеть, как молодежь строит свое завтра. То есть, не опирается на то, что мы говорим, вот, завтра у вас будет студенческий кампус, завтра мы будем открывать там такой вуз или такое производство. А видим, что они сами идут и активно нам помогают в этом строительстве. Это хороший показатель. Уважаемые гости, предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он касается этой же темы. Затем продолжим нашу беседу. Подготовку к выборам президента России, которые пройдут 15-16-17 марта 2024 года, обсудили на межрегиональном экспертно-аналитическом круглом столе. В нем приняли участие общественники, представители избиркома и члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. На связь с Самарой по видеоконференц-связи вышли члены общественной палаты Волгоградской области. Модерировал встречу ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель координационного совета по общественному контролю с голосованием при Общественной палате Российской Федерации Александр Точенов. Участники круглого стола обменялись опытом работы общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в своих регионах. Озвучили планы и поделились ходом подготовки к предстоящим дням голосования. Мы как штаб общественного независимого наблюдения однозначно принимаем участие во всех процессах, которые связаны с электоральной повесткой. Мы подготовили всех наблюдателей в регионе и все 1751 участковая избирательная комиссия принципиально нашими независимыми, подчеркиваю, общественными наблюдателями сегодня обеспечена. Общественное наблюдение – это один из таких предметных вопросов легитимности выборов 2024 года. Для нас это очень важно. Новеллы избирательного законодательства стали одной из тем обсуждения на круглом столе. В их основе – соблюдение баланса прав кандидатов и избирателей. Изменения коснулись и прав наблюдателей. Установлено право наблюдателя на ознакомление со списком избирателей в электронном виде. Учитывая, что в избирательное законодательство внесено изменение, соответственно, в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации внесено изменение в части возможности введения реестра заявления о голосовании вне помещения для голосования в электронном виде. Соответственно, это право на ознакомление у наблюдателя также теперь есть и на ознакомление с данным реестром в электронном виде. В дни голосования все избирательные участки на территории Самарской области будут обеспечены средствами видеофиксации. На 954 участках будут установлены камеры видеонаблюдения. На остальных участках – средства видеофиксации, видеорегистрации. В течение дня средства видеофиксации направлены на стационарные ящики, либо на КАИБы, где они будут использоваться. В течение ночного времени эта видеофиксация будет осуществляться сейфом, в которых хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. И, соответственно, при подсчете голосов тоже средства видеорегистрации, видеофиксации будут направлены на действия членов комиссии по подсчету голосов. Все бюллетени для голосования будут оснащены специальными марками. Движения марок и бюллетеней для голосования от типографии до избирательных участков будут производиться специальной службой. Они будут обеспечены круглосуточной охраной правоохранительными органами. Под особой охраной и бюллетени после голосования. До подсчета голосов они будут храниться в промаркированных сейф-пакетах с серийным номером и индикаторной лентой. Следить за законностью избирательного процесса призваны независимые общественные наблюдатели. Каждый избирательный участок в регионе будет обеспечен наблюдателями. Ответственным за формирование их пула, обучение, направление на избирательные участки является общественный штаб по независимому общественному наблюдению. В Самарской области в состав этого штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Уважаемые гости, а вот интересно, какая мотивация для работы в штабе? Я понимаю, что вопрос очень общий, но тем не менее. Алексей Андреевич, может быть... Вы знаете, на самом деле вопрос, на мой взгляд, не общий. Он немножко замыленный. Но принципиальный для того, чтобы мы понимали, какая ответственность, с одной стороны, лежит на наших плечах, а с другой стороны, какое право есть у каждого, кто имеет право избирать президента Российской Федерации. Вот в интересный момент истории находимся, когда ответственность каждого из нас, мне кажется, максимально велика, с одной стороны. А с другой стороны, вот работа общественного штаба лично мне дает понимание того, что слово «легитимность» имеет практическое содержание. Почему? Мы, когда выстраиваем некую вот эту избирательную систему, которая, на мой взгляд, максимально близка к идеальной, и вот тот сюжет, который мы с вами посмотрели, он точно и перечисляет те изменения законодательства, которые происходили и происходят. Для чего? Для того, чтобы и у общественности была максимальная возможность контроля за каждым этапом, как подготовки, так и голосования на выборах. И вот за этой огромной работой, которая проделывается и делается, ведь штука изгнать инициативу. Это некий посыл, в том числе и некая общественная масса у нас, как избирателей, ответить на те вопросы, которые возникают в ходе выборов. И, на мой взгляд, вот те выборы, которые наждут 15, 16, 17 марта по выборам президента Российской Федерации, они отвечают полностью тем признакам законности, правопорядка и легитимности, которые можно в это вложить. То есть, соответственно, лично у меня достаточно простая гражданская позиция по этому вопросу заключается в следующем. Сейчас я твердо, уверенно отвечаю на вопрос в отношении легитимности выборов, в отношении того, что выстроенная система, при которой каждый желающий, то, о чем говорил ранее Павел Александрович, имеет практическую возможность не только подготовиться как общественный наблюдатель, но и то, что я думаю, что сейчас и позже будем тоже обсуждать, а каким образом происходит в принципе это наблюдение в эти дни голосования. И не просто в дни голосования, а каким потом происходит образом подсчет голосов. То есть, почему мы, как члены общественного штаба, которые уже не первый раз принимают участие в выборной кампании, можем с уверенностью, обращаясь к избирателям не только нашего региона, сказать о том, что уникальность процедуры заключается в том, что есть максимальная доступность к контролю за этими выборами. И я, с другой стороны, хотел бы еще, наверное, о чем сказать, уже лично обращаясь к каждому избирателю нашего региона, что то право, которое у нас есть, максимально важно принципиально, чтобы мы им воспользовались. Однозначно. То есть, нужно прийти и голосовать, потому что это право. Нужно прийти, проголосовать и рассуждение на предмет «хочу, не хочу, могу, не могу» мне кажется абсолютно неуместо. Потому что право, которое гарантировано Конституцией Российской Федерации, говорит о том, что отчасти это определенный твой общественный долг. Выразить свое мнение, выразить свое отношение, тем более в условиях для голосований, которые близки к идеальным. Идеальный мы с вами, наверное, ни недели не увидим, но каждый раз новая избирательная кампания дает все больше возможностей для избирателей отдать свой голос. Поэтому это искренний личностный призыв. Я уверен, что жители региона, избиратели, безусловно, этим воспользуются. И мы, конечно же, рады будем и в дальнейшем освещать работу общественного штаба, рассказывая точечно, что, в каком направлении, в том числе взаимодействие с федеральными общественными наблюдателями, в рамках того сюжета, который был показан, почему так выстраиваются взаимодействия? Для того, чтобы обмениваться опытом, в первую очередь позитивным. И в этом позитиве находить желание, стремление и силы призвать избирателей на избирательные участки. Павел Александрович, вот, кстати, Алексей Валерьевич уже коснулся этой темы. Вот давайте продолжим. А в дни голосования что происходит? Как раз вот как идет работа общественного штаба? И как идет вот этот процесс контроля, надзора, в хорошем смысле этого слова? Для нас, Алексей Валерьевич, дни голосования становятся 24 часа рабочими. Соответственно, создается центр общественного наблюдения, он создается на площадке «Мой бизнес» в Шанхае. Это традиционное наше место. Там, соответственно, у нас оборудование специальное для ведения видеонаблюдения за участковыми избирательными комиссиями. И, соответственно, мы там дежурим, то есть мы понимаем, что происходит. Туда поступают сообщения о произошедших инцидентах. То есть я подчеркиваю, это ключевое слово «инцидент». То есть пока это не отнесено к тому, что это нарушение и нарушение. Соответственно, наша мобильная группа выезжает на это место, где это событие имело место быть. И, соответственно, происходит разбор полетов. Вот то, как работали наши мобильные группы по сентябрьским выборам, вот и позволило нам войти в зеленую зону. Потому что мы все, вот события, которые мы наблюдали, они все были отнесены к несущественным. То есть они, как нарушение, не были зарегистрированы именно федеральными коллегами. Потому что ведется контроль многократный. Что значит многократный? Прошу прощения. На каждом из 1751 участковых избирательных комиссий, то есть участков на избирательных, у нас находится не один наблюдатель общественно-независимый. Там находится видеонаблюдение. То есть сидят в ЦОНе, сидят люди, которые за этим прям непосредственно наблюдают и ведутся видеозапись. А второе, там присутствуют наблюдатели от тех кандидатов, от тех интересантов, которые заинтересованы в том, чтобы они понимали, что происходит. И, соответственно, если что-то произошло, что вызывает вопросы не у одного человека или у одного направления группы людей, а у разнонаправленных по интересам группы людей, соответственно, это уже никуда спрятать невозможно. И поэтому вот это сообщение, оно сразу поступает на федеральные каналы. Оно поступает в Общественную палату Российской Федерации. Оно поступает в Ассоциацию независимого общественного мониторинга НОМ, так называемый. И вот небольшим как бы анонсом я хочу сказать, что мы с Алексеем Валерьевичем вот сразу после эфира выдвигаемся на конференцию, которая будет подключаться именно Брод Александра Семеновича, это руководитель НОМ. То есть это наш федеральный коллега, который именно с Самарой. Независимый общественный мониторинг. Это как раз касается вот именно наблюдения на выборных кампаниях. И, соответственно, в сюжете у вас прозвучал Александр Сергеевич Таченов, это зам руководителя Совета по правам человека при президенте. То есть это профильный товарищ, который профессиональный, который отвечает именно за направление наблюдения в регионах за выборами. То есть у нас не то, что шило в мешке не утаишь, у нас муха не пролетит. И поэтому мы находимся под очень серьезным контролем как общественные наблюдатели. Мы не заинтересованы что-то, так сказать, прятать еще чего-то, потому что наша задача, чтобы выборы были прозрачны. Если что-то происходит, мы об этом обязательно рассказываем и это показываем. Тут самое главное, чтобы наши наблюдатели, они проявили вот ту компетенцию. И этим именно компетенцией мы их в рамках семинаров и обучаем. То есть они знают, как реагировать на произошедшее. Незакрытый ящик. Открылось окно, кто-то что-то туда вошел. Не дай бог какие-то вещи, связанные там с нарушениями по работе с бюллетенями. Причем я хочу сказать, что у нас по выборам сентября месяца у нас были такие вопросы от представителей одной из партий. Они были связаны с тем, что до начала голосования первого дня, то есть в пятницу, у нас представители этой партии попросили в одном из городских округов пересчитать бюллетени. Вы представьте себе, какое количество работы было создано. Мы справились, никаких нарушений нет. Имеют право? Да, имеют. Извините, это правильно или неправильно? Я там вот эту формулировку выберу. На мой взгляд, неправильно. Потому что мы полтора часа просто остановили всю работу и стали пересчитывать бюллетени. Потому что это десятки тысяч. Вот. И, ну, вот поэтому... С другой стороны, вы сделали все в рамках правового поля? Более чем. Более чем. Более чем. И поэтому Центр общественного наблюдения в Шанхае, подчеркиваю, он будет работать вот эти три дня, 24 часа. И мы там с Алексеем Валерьевичем будем находиться, и с сопредседателями, и с членами штаба. Ну, наверное, дежурно, но я-то там стараюсь находиться постоянно. И, конечно, здесь хочется отметить, что все-таки нам очень помогают и наш уполномоченный по правам человека, который тоже помогает нам в деятельности. У нас это отмечено в сюжете. И, в целом, самое главное, еще раз я подчеркну, что это все-таки работа, она связана со взаимодействием с федеральными коллегами. Потому что выборы у нас носят федеральный характер, президент Российской Федерации. Поэтому мы будем все время на связи, что бы у коллег не происходило, мы им комментировать, они нам комментировать. То есть в этом и есть общественное наблюдение. А то, что у нас получится, ну, мы надеемся, что получится. Мы уверены в этом, компетенция нам это позволяет, но в любом случае сначала нужно сделать, а потом уже не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Мы не будем этого говорить. Вот, продолжая, скажем, поднятую тематику Павла Александровича, хотел поделиться личным своим наблюдением, которое заключается в следующем. И, на мой взгляд, почему мы вошли в так называемую зеленую зону, где минимальное количество наблюдений, от наблюдателя поступило каких-либо обращений, и, соответственно, и нарушений было минимальное количество. Вот профессионализм работы общественного штаба в совокупности ведет к тому, что чем более тщательно готовятся общественные наблюдатели, тем больше они проникаются тем. А там же история, когда общественный наблюдатель, он же не уходит после какой-то избирательной кампании. Он получает компетенцию, он остается в этом избирательном округе. Ну, конечно, его нужно использовать в этой работе. Они сами хотят этой работы, потому что это становится ровно тем, что называется «рафанное радио». Когда ты человеку, который лично своими руками перебирает историю вот этих трех дней, уже не сможешь сказать, слушайте, а что-то там якобы не так. Потому что он лично понимает, что отвечает за то, чтобы эта легитимность присутствовала в каждом элементе. Он лично это видит, он в этом участвует. И вот по мне, чуть-чуть, может быть, потерявшийся смысл общественного как раз и заключается в том, что более 5000 жителей нашей губернии непосредственно, фактически принимают участие в выборах не только как избиратели, а как наблюдатели, как человек, который наблюдает за тем, чтобы закон соблюдался, был правопорядок. И самое главное, мне кажется, тот посыл на послезавтра, он и сегодня уже существует. Ведь они становятся знатоками избирательного права. Вот эта народная история, каким образом гражданин может знать избирательное право? Вот, пожалуйста, вам такая законная дорога, вот путь, по которому многие уже прошли, и вот история, которая становится не только лично твоей, она становится историей твоей семьи, она становится историей твоих знакомых, и она становится, самое главное, посылом к тому, что ты выбираешь президента Российской Федерации. Вот опять, если вдуматься сам посыл, ведь он очень сильный, каждый из нас выбирает президента Российской Федерации. Что может быть выше с точки зрения блага в отношении того права гражданина, который существует? На мой взгляд, это вот высшая возможность реализации такого права. И наша задача, рассказывая в том числе, делясь с телезрителями тем, вот в чем заключается наша работа, принести вот этот оттенок человечности. Мы работаем для людей, мы работаем для избирателей, для того, чтобы они понимали, что отчасти мы гаранты, я думаю, что можно смело сказать, Павел Александрович, не просто общественного наблюдения, а гаранты соблюдения конституционных прав. Уважаемые гости, это определенная ответственность, но, с другой стороны, это огромное знание, которое позволяет честно, открыто общаться сейчас нам с избирателями, пользуясь вашей площадкой. Уважаемые гости, к сожалению, время программы подошло к концу. Я желаю вам в первую очередь терпения, потому что работы предстоит много, работы непростые, но работа на самом деле чрезвычайно важная. И увидимся на избирательном участке. Ну, я на своем, вы на своем. Ну, после выборов поговорим еще раз, как все это происходило. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были члены Общественной палаты Российской Федерации, председатель регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России Павел Покровский и адвокат, член регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России Алексей Кокин. Приходите на выборы, увидимся там. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова